Всем привет! Меня зовут Алина, я здесь сижу в футболке Большой Перемены и буду вам рассказывать о том, как я съездила на полуфинал. Сейчас я учусь в 10 классе, то есть в конкурсе я участвовала за 9, но моя история с Большой Переменой началась ещё в далёком 7 классе, когда я попыталась пучать в конкурсе первый раз. Я тогда никуда не прошла, чему я была очень сильно расстроена, но я попробовала ещё раз в 8 классе. И в 8 классе мне не хотелось 19 баллов для полуфинала, но я опять же не отдалась, и вот наконец-таки с третьего раза мне удалось побывать на полуфинале. И в конце вы узнаете, пришла я в финал или нет. У меня было 317 баллов, при том, что проходной был 300, а максимум где-то 380 и 390. Так как я из Сибирского федерального округа, полуфинал проходил в БДЦ «Океан» в Владивостоке. Мы поехали туда 31 августа, сейчас смена длилась около 10 дней, хотя сам конкурс идёт всего 3 дня. Мы, получается, первые дни 5, просто все в лагере, мы слаждаемся отдыхом во время учебного года. Сам конкурс Большая Перемена начался у нас 5 сентября. Мы, это вечное в нашей праве, и мой добрый день, и мы... Я помню, как, сидя в том зале, у меня просто слёзы на глаза наворачивались от радости, потому что я была очень счастлива там находиться, может быть, потому что я так сильно хотела там оказаться, вот. И у меня это было очень ценно. У меня в тот день был прям такой заряд энергии. Но на следующий день нас ждали кейсы. Сегодня 6 сентября, день решения кейсов, и, блин, я в этот день так плохо выспалась. Сейчас время 8.30, и просто я, мне кажется, спала часов 5 лет с ним. Пожелайте мне удачи. Господи, я так плохо выспалась в этот день, это просто ужас. И у меня наутро было состояние просто отвратительное. Но это как бы сугубо мои личные проблемы, и койкупсный день никуда не делся, и нужно идти решать кейсы. С этого момента я пытаюсь говорить максимально подробно, чтобы вы, будущие участники большой перемены, поняли, что же действительно там происходило. Нас ещё с вечера разделили на команды. В нашей команде было 11 человек, вообще максимум может быть 12. Мы сидели в аудитории, это в океане, называется коюн-компания, просто как отрядное место. Вот в этом отрядном месте у нас было 3 команды. На каждую команду удавался один эксперт. И этот эксперт, который оценивает, как ты работаешь в команде, он слушает то, что говорят твои соучастники, и потом выставляет вам баллы. Вот, на каждую команду по одному эксперту. Первое задание было представить себя. То есть вы просто сидите за столом, и каждый по очереди из команды говорит про себя, откуда вы, как вас зовут, чем вы там увлекаетесь, что умеете. Какой-то даже интересный факт, по-моему, про свой город нужно было назвать. Ну, в общем, что-то в таком роде на одну минуту. Это слушает эксперт, и, как я понимаю, ставит за эту оценку. Следующее задание было индивидуальным. Каждому участнику команды, согласно его вызову, выдавался какой-то текст. То есть у меня вызов «Меня мир вокруг», он связан с урбанистикой и архитектурой. Мне дали текст про проблемы городов России. Я должна была из этого текста выписать какие-то проблемы, и вторым заданием было предложить какие-то идеи по решению этих проблем. На всё это давалось 20 минут. Ты просто вот так вот там со скоростью света что-то пишешь. У нас сейчас перерыв между кейсами. Время всего 11.30 примерно. Пока нормально у нас, пока было только индивидуальное задание. Итак, всё классно в целом. Пока всё получается у меня. Но работать ещё долго и много. Первым кейсом считалось то, что мы выполняли в команде. Это было задание по вызовам. То есть каждый написал какие-то проблемы своего вызова. Мы эти листочки, кстати, потом сдали. И нам нужно было на флипчарте. Это такое, как мольберт, я не знаю, которого переворачиваются листочки потом. Вот. Нужно было его оформить и написать, что вот сколько в команде вызовов, и написать про каждый вызов, какие проблемы и их решения. И этот кейс на него дали катастрофически мало времени. То есть мы не успели оформить наш флипчарт. Выглядело просто ужасно. Вот. Просто мы ещё вообще никак не сработали с командой. Мы друг на друга орали. Ничего не понимали, что происходит. По истечении вот этого короткого прекратка времени, мы должны были представить наш кейс эксперту. Нам давали на это одну минуту. Мы тоже ничего не успели только представить. Вот. Ну, кстати, я могу сказать, что наш эксперт была женщина. Она была довольно хорошая. То есть у меня была такая спокойная. Она не как бы проявляла какие-то эмоции, что мы... Как бы, что ты хорошо делаешь, что там плохо. Вот. Честно говоря, мне она понравилась. Вот. Мне показалось, что она действительно нас оценивала. Ходила, слушала к нам. Вот когда мы что-то обсуждали, она действительно смотрела на нас. Потому что по рассказам в ГИРе, да, там она сверху мог сидеть и пить чайочек. Ну, как бы вот так. И как бы, что он услышит, как он поставит баллы, непонятно. Как вообще устроен конкурсный день? Вот сидят три команды в аудитории. На аудитории есть один модератор. Это человек, который читает задания и включает таймер. Эти задания также всвечиваются на экране потом. Вам нужно за эти короткие промежутки времени, допустим, у вас 10 минут на то, чтобы обсудить идею, 10 минут на то, чтобы что-то там смастерить, поклить руками. Ещё 10 минут на это. Нужно очень сконцентрировано быть, именно что-то делать, и это очень сложно организовать именно в команде. И тебе ещё нужно хорошо привить себя, чтобы давать хорошие идеи, чтобы тебя в команде слушали, чтобы тебе поставили высокий балл. Ещё было довольно сложно то, что некоторые задания я вообще в принципе не понимала. То есть я по три раза спрашивала команды, что вообще от нас требуется. И ещё, то есть некоторые задания, они не являются кейсами. Вот, как раз следующее задание, оно кейсом не являлось. То есть мы его не представляли на следующий день экспертом. Нам нужно было вспомнить важные даты для развития России. У нас была такая карта России, нам нужно было на эту карту наклеить стикеры с названием событий, то есть в место, где эти события происходили. И потом мы эту карту представляли другим двум командам в этой же аудитории. Другие команды, соответственно, представляли эту карту нам. И по итогу мы должны были выбрать три самых главных события из них и сделать такой мюзикл. Ну, получается, три события. Получается, на каждую команду по событию мы это потом ещё как бы объединили. У нас было событие Крещение Руси, Великой Отечественной войны и полёт человека в космос. Самое интересное, что я потом спрашивала у своих друзей из других команд, из других совершенно аудиторий, и у них, у всех были примерно одинаковые события. То есть насколько мы все банально мыслим, что ли, потому что вот Крещение Руси и полёт человека в космос был, ну, прям, я не знаю, у 90% людей. Вот именно это событие они выбрали, а Великой Отечественная война, она там менялась на какие-то другие. После обеда у нас было таким два основных кейса. Первый — это Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в 2024 году. Нам нужно было придумать для него рекламу, чтобы как можно больше человек узнали про него и захотели поехать, и также придумать арт-объект, который можно будет поставить на территорию этого фестиваля, и там должна быть как-то задействована эмблема самого фестиваля. Рекламу этого фестиваля нужно было представить своему эксперту в виде сценки, и на самом деле это было интересно, потому что мы не просто там сидели, решали кейсы, а нужно было много вот участвовать в каких-то центрах, в составлении своих проектов для своего эксперта, и это было довольно весело. А арт-объект мы придумали сделать в виде моста, с которого писала бы эмблема. И мост это у нас там символ объединения, народов и всего, чего только можно. И, честно, мне понравилось делать этот арт-объект. Вот этим я в основном и занималась на время отведенное для продумывания концепции всего для фестиваля молодежи. И мы там просто из надувных шариков придумали ему тоник, а флорами от перила вот придумали там из проволоки что-то скрутили, графрированной бумагой наклеили. И на самом деле это было весело, это действительно как-то нас объединяло. Вот, и мне понравилось делать уже аптеки. Хотя во второй день этот мост, честно говоря, он уже просто обваливался, и мы стоим в защите проекта экспертом. И просто этот мост мне там, Бажатый дал бутылку для воды, чтобы я его подставила, чтобы он у меня просто не падал. Итак, время 4 часа дня. У нас идёт вторая часть кейсов, то есть они начались в 3. Вот, у нас они вроде как до 6 будут, но может быть, мы даже пораньше закончим. Вначале как-то было грустно, но вот сейчас стало повеселее. И мы наконец-то вот после обеда начали с командой. Научились разговаривать, научились общаться. Потому что сначала мы просто друг на друга орали, никого не слушали. Сейчас стало лучше. Мне нравится, как мы стали работать. Ну, я надеюсь, что мы дальше так продолжим. У нас всё будет супер. Во втором кейсе после обеда нам нужно было придумать концепцию для развития какого-то туристического места. Нам досталась Старая Латвка. Это вроде как посёлок, который связан с историей России. Нам нужно было придумать, как привлечь туда туриста. И, получается, на весь этот кейс нам дали 40 минут. И за эти 40 минут мы должны были, во-первых, придумать схему вот этого нашего туристического места. Придумать всю его концепцию. Оформить это на флипчарте. Придумать какие-то бублики, открытки, чтобы как бы раздавать их туристам. И я занималась основным вот именно вот этой схемой этого парка. И в целом у нас получилось неплохо. Это было даже довольно интересно делать. И у нас неплохо получилось. Вроде как, сперту правда понравилось. У нас закончился день кейса. Самый основной конкурсный. И завтра нам осталось только их представить и всё. Вот у меня ещё звёздочка осталась со дня решения. И я вот только сейчас вернулась. Ну, в целом, было хорошо. В конце мы действительно с командой сработали. Стали лучше другого слушать. Лучше договариваться. В целом, поработали неплохо. Я думаю, что всё будет хорошо. Вот, собственно, так и закончился день кейсов. Он закончился где-то, наверное, часов 5 вечера. И просто я уже была не какующая, честно говоря. Сегодня у нас день защиты наших кейсов, проектов. Сейчас уже мы скоро пойдём репетировать и потом защищать. Но я не волнуюсь. Я думаю, что у нас всё будет классно. Супер. Вот. Кстати, сейчас покажу вообще нашу комнату. Она просто отмена. Следующий день. Был день защиты кейсов. И у нас здесь защита была около 11 часов. Мы до этого с командой чуть порепетировали. Кто что будет рассказывать. Распределили роли. Написали текст. В начальное время мы пришли в свою колютную компанию. Там также были три команды. Мы тянули время, какая команда будет первой выступать. У нас было второе по счёту выступление. Сдели три эксперта. Одна из них была очень хорошая женщина. Она задавала хорошие вопросы. И ей действительно было очень интересно, что мы делаем. Вот. Это было хорошо. То есть она действительно задавала кому-то обратную связь. Но защита была несложная. Было 10 минут на каждую команду. Плюс там ещё вопросы экспертов. И, собственно, всё. Я говорила очень мало. Ну, потому что у нас в команде явно были люди, которые могли сделать это лучше. Тем более во второй день. Вот день защиты кейсов. Все команды вставляют одинаковые баллы. И вообще без разницы, кто конкретно будет выступать. Обещали мы три кейса. Первый из них. Это был кейс про вызовы, про проблемы каждого вызова и способы их решения. Второй. Это про всемирный фестиваль молодёжи. Про его рекламу. И про наш артаблект. Вот я, собственно, показывала этот самый артаблект. И третий. Это туристическое место нашей команды. Это была Старая Ладля. Мы также видели выступления двух других команд из нашей аудитории. И, как бы, ну, знаете, вот она команда. Ну, как бы там у них объективно было всё прям реально всё намного круче, чем у нас, честно говоря. После того, как все команды выступили, нам выдали дипломы полуфиналистам Большой перемены, ну, мы все просто разошлись. Вот. А вечером того же дня нас ждало закрытие полуфинала Большой перемены. А теперь, наверное, самое интересное. Это мои баллы. Я где-нибудь здесь употребляю. Полностью скринутся все мои малые. Фу, я, по-моему, нацелительный высокий. И финал я не прошла. На самом деле, я как бы сразу в самый конкурсный день поняла, что я не пройду. Но просто, вы знаете, так посчитать, что проходит четверть людей из полуфинала, и вот получается каждый четвертый я в эту четверть самых крутых людей, самых активных, ну, не входило, как бы, вообще никак. И я вот в тот день, когда я ещё не выспалась, вот эти кейсы, я просто понимала, что, ну, как бы, выше головы не прыгнешь. Я не пыталась там, не рвала глотку, чтобы там что-то победить, все дела. Да, конечно, я хотела пройти, но вот после кейсов я, как бы, поняла, и приняла это, что я, скорее всего, не пройду. Я, как бы, совсем надежду не теряла, но вот, когда я полагала, что так будет. Это не совсем плохие баллы. То есть, если бы они поставили там по нулям, то, конечно, блин, я была бы с этим не согласна. Можно быть себя внутренне, я оцениваю число лучше, но это, как бы, понятно. Но, знаете, мне там баллов 50 за коммуникацию, ну, как бы, никак не суетила. Поэтому, то есть, эти баллы, они хоть как-то отражают меня. И, ну, вот это самое главное. То есть, я считаю, что эксперт оценил честно. В чем была проблема вообще? То есть, у нас в команде была девочка, у которой по личным компетенциям там 50-50 из 40. То есть, почти максимум. И вот, она, по-моему, единственная из нашей команды, которая прошла. То есть, вы понимаете, что у нас в команде были такие большие провалы на самом деле. Потому что у нас баллы за командные работы очень низкие. В команде у нас происходил какой-то кошмар, честно говоря. Потому что, вначале я думала, что, блин, ну, если это нормально, но потом я послышала рассказы, как другие люди работают в команде. Потому что я поняла, что у нас, на самом деле, все очень даже плохо. Потому что, вначале, до обеда мы просто друг на друга орали. Мы друг друга чуть не съели там, правда. Потому что вот просто 11 девочек пытаются там кого-то друг друга победить. И вам нужно договориться. И мне команда моя, честно говоря, не нравилась. Вот. Скажу так. Вот. Но, в целом, как бы, ну, то есть, сработались мы плохо. Но девчонки, конечно, хорошие. Вот. Там, конечно, ну, пару мальчиков в команду. Может, тогда мы были как-то поспокойнее все. Вот. Так что, мне кажется, что, правда, мальчики в команде действительно были нужны. Вот. В общем-то, такие дела. И что я могу посоветовать? Вот именно в этот конкурсный день действительно не рвать кодку и работать вот именно как вы умеете. Делать то, что вы умеете. То есть, девочка, которой мы жили с ним в одной комнате, и она говорила, что, то есть, у них была какая-то идея. Ей эта идея, ну, типа, не понравилась. Но она взяла эту идею, доработала, и она стала очень крутой. Вот. То есть, делать так, и как бы не действительно договариваться, потому что, вот, что толку у нас, вот, у кого-то высокие личные компетенции, но в команде-то у нас все было плохо, и из-за этого у нас прошел, ну, по-моему, только одна девочка, честно говоря, прошла из команды. Но, несмотря на то, что я не прошла дальше, я безумно благодарна, что я там была. Я вот сейчас вспоминаю, насколько там было круто, насколько мне понравилось, потому что, вот, на конкурс идет большой отсек. Как бы, людей плохих на мне, там уже все равно очень классные, заряженные люди, которые хотят чего-то в этой жизни добиться, и это было очень классно. И это, наверное, была моя первая поездка в лагерь, хотя я в лагерь уже далеко не первый раз, где я встретила действительно просто невероятных друзей. То есть, несколько человек, которые, вот, я с ними хочу общаться дальше, я действительно очень полюбила их. Я благодарна за тот опыт, который я получила. Всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. И пока!